здравствуйте дорогие друзья с вами светлана короткая сегодня у меня небольшой обзор покупок из интернет-магазина алиэкспресс вот самая первая посылочка которая пришла с алиэкспресс это вот такие светодиодные фонарики я взяла три вида белый свет желтый и мигающий хочу показать эти фонарики поближе внутри находятся две батарейки кругленькие как такового выключателя здесь нет только вот такая вот пластинка пластмассовая вот ее когда вытаскиваешь и он сразу начинает работать я бы такие фонарики применила бы например в новогодних работах может быть какие-то светильники в надувные шарики помещают такие огоньки и вот можно день рождения или какой-то праздник будет нарядная обстановка взяла по 10 штук вот три цвета и уже есть где разгуляться единственное что вот плохо что нет такого выключателя друг от друга ничем не отличаются только разным цветом горят думаю кто занимается творчеством можно найти интересное применение таким фонариком купила вот такие блестки это вот похоже на слюду неравномерно вот так порезано хотела приобрести для новогодних работ конечно на фотографии было трудно понять что это немножко себе по-другому представляла но зато вот такой большущий прям пакетик при заливке эпоксидной смолой тоже будет очень красиво смотреться неравномерно порезано есть прям сильно большие есть помельче еще подумала что готовь сани летом поэтому сейчас и покупаю здесь идут звездочки классные такие звездочки блестки это одно а это совсем другое следующая покупка это молды сама я слепить таких рыбок не смогу для морских или летних каких-то поделок очень красиво смотрятся они из холодного фарфора я быстренько сделала вчера и они уже даже подсохли сделала специально две рыбки чтобы показать что хвостик тонкий и можно будет его повернуть в другую сторону и тогда получится другой изгиб и уже как будто здесь две формы для подстраховки можно форму смазать маслом или посыпать крахмалом вот и вот такая рыбка получается рельеф хороший четкий сразу покажу вам следующую рыбку она не такая глубокая здесь можно даже не смазывать маслом можно таких рыбок заранее сделать насушить а потом использовать в работе уже готовых и вот такая форма вензеля мне хотелось ее иметь уже давно ну почему-то заказала только сейчас и немного я разочаровалась вот эти вензелечки очень маленькие в некоторых местах очень трудно выходит из формы даже несмотря на то что я смазывала маслом я повторюсь что это у меня холодный фарфор тут какие-то соединения отдельно выпадают вы самая большая часть хорошо выходит хорошо отливать здесь эпоксидную смолу или жидкий пластик и еще может быть акриловый герметик я вот не попробовала не хочу даже сейчас все срезать потому что точно знаю что сейчас много чего обломится потому что уже несколько раз пробовала если очень-очень осторожно и аккуратно вытаскивает то конечно немножко даже подсушила и затонировала друзья и вот такая следующая покупка от которой я уже получила незначительную но травму это бутылка рез посмотрела различные ролики но не сразу поняла потому что немножечко конфигурация вот у всех может быть разная бутылка рез для именно пластиковых бутылок вчера я вот пробовала получилось у меня конечно не сразу вот вот с одной бутылки она цельная и это вот с одной бутылки нарезка очень много бутылок сейчас просто валяется из них вот такая получается вот такая замечательная можно сказать веревка которую можно оплетать различные ручки поделки пользоваться в саду для подвязки она термоусадочная после того как ее ею где-то что-то примотать прикрутить зафиксировать можно пройти зажигалочкой она дает усадку и уже так просто сама не раскрутится ширину можно делать абсолютно разную вот смотрите вот такая бутылка я не знаю вот эта часть получится или нет выемка но лучше вырезается из вот таких вот более ровных частей донышки и горлышки нам тоже куда-то пригодятся я потом разберу и покажу вам что внутри находится значит вставляю начинаю ее протягивать все и здесь вот уже начала отрезаться вот эта полоска дальше просто тянем за нее но я еще фиксирую пальцем я сперва не поняла мне болталась и даже вот умудрилась я немножко поцарапала вот здесь палец даже можно просто рабочие перчатки одеть и для безопасности и все я просто тянула на себя из-за вот этого вот прогиба друзья имейте в виду не все бутылки подходят запускаю и теперь вот она должна идти у меня без перерыва и все опять вот неровное пошло и уже у меня проблемы ну ладно это нам часть тоже пригодится вот видите тоже свои минусы пока сам не попробуешь и не будешь знать думаю что для нас и более ровных бутылок вполне достаточно хватит на всех все ровненькая с чем я разобралась здесь стоит нож нож такой вам всем знаком это кусочек от канцелярского ножа то есть можно купить вот такие запасные лезвия запасные лезвия три кусочка обломана все было практически в болтающемся полу разобранном виде и нож был вставлен совсем в другую сторону он был повернут вот в этот крестовой разрез острым а это оказалось неправильно вовнутрь острым вставляется вот эта часть не дает ножу выскочить назад она удерживает этот нож вот он не в бок никуда не уйдет хотя он там болтается и назад он не выскочит все здесь я переворачиваю ну вот шайбочку надо было вставить заранее болтом я закручиваю зажимаю эту всю конфигурацию все все зафиксировано и теперь на маленькой попробую вот сюда направлено острое лезвие и я сюда вставляю бутылку придавливаю прокручиваю и она сама там уже начала отрезать вот остается только теперь тянуть видите на ровном как отлично режет думаю что мы найдем куда ее применить ленточка здесь мне даже тоньше получилось потому что я отрегулировала на более тонкую меньше сделала вот эту высоту не до конца совершенно конструкция но все равно можно применять я лично недавно только узнала что продаются такие бутылка резы вот такая небольшая закупка была на алиэкспресс думаю такой обзор будет интересен и тем кто собирается что-то подобное купить и для тех кто понял что ему это совершенно не нужно а я на сегодня с вами прощаюсь благодарю за просмотр до новых встреч а